приветствую вас дорогие друзья на моем канале сегодня мы разберем тему гидроэлектрического теплого пола что это за зверь и с чем его едят и для чего он нам понадобился перед нами стояла задача утеплить помещение жилое в котором большое остекление и как мы этого добились в этом видео поехали перед нами большое совмещенное помещение с большим открытым остеклением застройщика были заменены окна на более энергоэффективными произведено утепление фасадной части потолка и заменены на более мощные радиаторы отопления биометаллические и оставалась у нас напольная часть так как у нас дом монолитно-каркасные у нас монолитное перекрытие с минимальной стяжкой соответственно часть фасадной будет промерзание пола поэтому мы решили сделать такой пьедестал который допустим зал будет у нас паркета на этом пьедестале будет у нас керамогранит соответственно дабы его погреть прогреть мы усилили пеноплекс 5 сантиметров и залили стяжку на высоту плинтуса то есть на каемочке будет отделяться плинтусом это данный пьедестал далее перед нами стояла задача как прогреть помещение и пол в межсезонье так как будет отключено основное отопление и с таким остеклением будет достаточно прохладно электрический теплый пол мы отказались использовать так как чтобы прогреть данную стяжку и керамогранит потребуется много времени и энергии данного теплого пола и также он очень быстро остывает тесно мы не решили его использовать в экономических целесообразностей и не хватит его мощности чтоб достаточно отдать тепла в помещении мы решили рассмотреть гидроэлектрический теплый пол данный пол имеет все плюсы водяного пола то есть он ремонтоспособен энергоэффективен то есть быстро погревая стяжкой медленно остывает но исключен исключены все его минусы с нам не жена никакая котельная и насосы для циркуляции данной воды так как эта система замкнута то есть мы имеем трубу из шитого полиэтилена 20-25 миллиметров в диаметре который находится антифриз и нагревательная жила мощностью 40 ватт на погонный метр это позволяет быстро его прогревать прогревать стяжку и медленно остывать за счет объема самой трубы и материала которого он нагревает так как он прогревает полностью всю толщу стяжки я не так как электрический пол только ее поверхность соответственно эффективность данного пола много выше чем электрического по отзывам о данном поле которую клиентов которые используют его в частных домах для основного отопления когда нету газа эффективность его точно использует 5-10 ватт на квадратный метр зависимости от температуры то есть это гораздо меньше чем электрический пол и гораздо эффективнее и теплее получается данная стяжка фантаз данного теплого производится таким же образом как и теплый пол водяной данном случае труба с шагом 20 сантиметров идет и вторая часть электрическая как электрический теплый пол с такими же терморегуляторами и датчиками теплого пола который водится рядом с трубой единственное что у него будет монтажная коробка которая расположена будет в полу и к ней нужен будет доступ через эту коробку будет может производиться обслуживание то есть можно будет слить антифриз трубы залить свежий и поменять нагревательную жилу в случае ее повреждения поэтому данный пол я считаю очень актуальным в данном случае и в принципе можно при залить и больших стяжек то есть на балконах можно использовать его вполне для отопления балконов в каких-то помещений в частных домах где нету газа